Приветствую вас! И на сегодняшний день ситуация с алкоголизмом в нашей стране такова. Человек не может быть признан недееспособным, больным, если он страдает алкогольной зависимости, и соответственно он не может быть оставлен на принудительное лечение в клинике, как в других странах. В нашей стране законодательства такого не предусматривают. И потому очень много людей страдает от таких больных. Дело в том, что сам мужчина, как правило, редко осознает, что у него болит. Да ему и осознать это очень тяжело, потому что для него это означает признать, что он слаб. Мужская гордость этого не позволяет. Значит, а если человек не хочет лечиться, то нужно подавать заявление в полицию и подавать в суд, подавать в суд заявление, иск, исковое заявление о признании человека недееспособным, чтобы в процессе рассмотрения судебного дела экспертиза признала его больным. И если у вас вот это получится, то тогда можно оформить его на принудительное лечение, тогда можно его выселить из квартиры даже и так далее. в суд. Но если в суд вы идти не хотите, а друга ваша не хочет идти в суд, то тогда при отсутствии лечения, то есть при отсутствии желания человека лечиться, при непонимании, неосознании им своей проблемы, остается только терпеть. Других вариантов попросту нет. То есть, можно наговаривать, когда он трезвый откликнул, и постепенно, постепенно доносить до него мысль, что вот он, то, что делает, он неправильно. Начинать можно с простого. Просто спрашивать вот, как он относится, допустим, к тому, что бьет сестру, там, отца своего и так далее. Как он вообще к этому относится? И далее вот так постепенно процесс разговора и приходить к выводу, что всему виноват алкоголь. Может быть, получится человек как-то направиться в нужное русло, чтобы он хотя бы осознал проблемы, осознал, что он болен. Но надо понимать, что алкоголь и независимость не рождается на пустом месте. Как и любая зависимость, она вследствие определенного конфликта человека внутреннего, определенного противоречия. И алкоголь позволяет человеку убегать от там, блин. Поэтому нужно сперва, для начала, найти первопричину алкогольной зависимости. Для этого необходимо проработать среду, временную среду. Временной отредок, если угодно. Когда мужчина научил употреблять алкоголь регулярно. Что толкнуло его на это. Что побудило его часто потреблять алкоголь. И если вы эту причину сможете выявить и устранить, а после его лишить будете, допустим. то есть все шансы, что мужчина, ну, по крайней мере, встанет на путь борьбы с алкоголем. Потому что, если, допустим, он соглашается на лечение, проходит какой-то курс. А причина изначально, которая толкнула его к алкоголю, осталась. То не нужно быть предсказателем, чтобы понять, что мужчина опять начнет терпеть, и это дело времени. Как и в любой зависимости, огромную роль играет ассоциация. То есть, среда, в которой мужчина находится. Там, ситуации, разговоры, места, люди и так далее. Для того, чтобы от зависимости избавиться, нужно полная, как можно полная смена образа жизни. Смена окружения. И ваша постоянная поддержка. Ну, то есть, поддержка семьи и мужчины, конечно же. Только так можно бороться с алкогольной давительностью. Или, как альтернатива, это судебный иск. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Будем благодарен.